Рассмотрим окружность и ее горло АВ. Найдите множество точек, находящихся от прямой АВ на расстоянии, которое равно длине касательной, проведенной из точки к рассматриваемой окружности. Что у нас должно быть? У нас вот такая касательная должна по длине равняться первому расстоянию. АВ и окружность – это сервана, а нас интересует множество таких точек М. Вот это был пункт А задача, просто найти, что же это такое. Пункт В – вот это окружность, вот это парабола, это одна. А теперь вторая. Все-таки не одна, а вот так вот. Вторая парабола вот такая. И утверждение состоит в том, что если вот это точек касания А, это точек касания С, вот это вот Б, а вот это вот Д, и если мы возьмем вот такой вот отрезок и вот такой вот отрезок, то здесь будет 90 градусов. Вот. Если у нас есть окружность, и для любых двух парабол, которые описаны в одной окружности, и пересекаются в четырех точках, вот они, четыре точки пересечения, диагонали перпендикулярны. Так. Еще вот это был пункт А, это был пункт Б, теперь пункт В. Если есть две параболы, которые описаны около одной окружности, так, есть две параболы, которые описаны около окружности. Одна вот такая, а другая вот такая. то есть точка касания, то есть точка касания, вот эти вот самые точки касания, да, А, Б, С, В. Так вот, дали мы двух парабол. Оси парабол наклонены под одним и тем же углом к прямой, проходящей через точки пересечения. Так. Что такое ос параболы? Это вот и эта прямая, здесь вот и эта прямая. Так вот, оказывается, что наклонено под одним и тем же углом вот к прямой, которая проходит через точки пересечения. Это пункт В. Так, разобрались. Теперь пункт Г. Для любых трех парабол, описанных около одной окружности и таких, что любые две из них пересекаются в четырех точках, диагонали возникающего параболического шестиугольника пересекаются в одной точке. Есть окружность, парабола раз, окружность, да? Есть парабола два. Так. И есть парабола три. Так. Возникает параболический шестиугольник. Что же это такое интересно в данном случае? Это раз, два, три, четыре, пять, шесть. Вот утверждается, что если вот так вот провести, то будет одна точка пересечения. Ну, давайте немножко порешать. Рассмотрим окружность и ее корпус АВ. Найдите множество точек М, находящихся от прямой АВ на расстоянии равном длине касательной. То есть нужно, чтобы вот такие вот отрезки равнялись. Пункт Б. Для любых двух парабол, описанных около одной и той же окружности и пересекающихся, как показано, в четырех точках, диагонали возникающего параболического шестиугольника взаимно преподикулярны. Докажите. Пункт В. Для любых двух парабол, описанных около одной и той же окружности и пересекающихся в двух точках, оси парабол наклонены под одним и тем же углом к прямой соединяющей точке пересечения. И пункт Г. Для любых трех парабол, описанных около одной окружности и таких, что любые двести пересекаются в четырех точках, диагонали возникающего параболического шестиугольника пересекаются в одной и точке. Вот, ребята, здесь на самом деле главным является пункт А. Система координат – это ось координат. Пусть точка А имеет координаты минус А0, и центр окружности пустер имеет координаты 0, С. Давайте в таком случае поймем для любой точки М с координатами Х, И, что такое расстояние до пункта. Ну, понятно, что это такое, это могут быть. А что такое длина касательных? Ну, очень просто. Это нужно взять квадрат вот этого отрезка и вычесть квадрат ракурса. То есть вы должны написать х в квадрате плюс у минус с в квадрате, это квадрат отрезка соединяющей точкой с центром окружности, минус квадрат ракурса, минус А2 и минус С2. Вот это по теории фигурки, да? Так вот, это должно равняться у в квадрате. Ну, смотрим. у в квадрате исчезает, С в квадрате тоже исчезает, и уравнение приобретает следующий вид. х в квадрате минус 2С и у равняется А в квадрате. Давайте смотрим, что это на самом деле такое. Это у равняется. Это парабола, которая проходит через точки А и П. Давайте поймем, как именно она проходит. Если у меня ты из представляешь А, то получается что? Вот, если у меня или В, то получается что? То есть она проходит через эти точки. Интересно понять, может ли она, что называется, заходить внутрь. На самом деле не может, потому что внутри круга вот эта вот величина, это называется степень, то есть тема относительной окружности отрицательная. А у в квадрат везде не отрицательная. Значит, парабола должна касаться. Должна просто-напросто касаться нашей окружности. Если вам интересно, можете посмотреть, чему равна производная. производная в точке А, вот здесь понятно, чему равна. Это 2А делить на 2С, то есть А разделить на С, да. То есть если я возьму здесь красавицу, здесь будет некоторый угол Фи, то тангенс этого угла, это А разделить на С. Давайте посмотрим, как это соотносится с ракурсом. Мы договаривались, что здесь А, здесь С. Значит, вот у этого угла тангенс, это наоборот, С делить на А. Ну и замечательно. Соответственно, если здесь вот у нас 90 градусов, то это будет как раз дополнительный угол, да, их сумма 90 градусов у одного уровня. Тангенс это С делить на А, у другого А делить на С. Замечательно. Мы получили, что это касательная парабола. Ребята, дать ему послужить две задачи. Когда говорим касательная парабола, на самом деле мы имеем в виду вот это вот хитрое геометическое множество. Те точки, которые на одном и том же состоянии находятся от корды и это сейчас продолжение от прямой негативы от корда и касательно вот такого же длины. Замечательно. Теперь мгновенно решается пункт Б. Смотрите, у нас есть вот этот вот отрезок С, Д, у нас есть отрезок А, оказывается, картинка будет именно такая. Почему? А потому что вот эта точка лежит на двух параболах сразу. Но касательная к окружности, проведенная из нее, одна и та же. Таким образом, она должна располагаться на одном и том же состоянии от прямых С, Д, и АВ, то есть на бисектрисе. И вот эта точка тоже самая на бисектрисе. И это на бисектрисе, и это на бисектрисе. То есть у нас есть две корды, С, Д и А, В, и на бисектрисах расположены вот эти вот четыре точки пересечения. Ну, а известно, что когда берешь бисектрисы, то возникает напрямую вот здесь вот. Вот он возникнет. Увидели? Давайте пункт В. Решение РОУ такое. Здесь у нас есть хорда А, В, здесь у нас есть хорда С, Д. Нахранипушку, я тебя особо ничего не знаю. И давайте теперь размышлять, каким же свойством обладает вот эта вот точка. Она должна располагаться на одном и том же состоянии от прямой А, В и от прямой С, Д. И эта точка должна располагаться на одинаковом состоянии и прямой С, Д. То есть что это означает? Это означает, что вот эта штука это бисектриса вот такого угла. Понятно? Здесь бисектриса. А теперь, что такое ось парабола? Ну это, как это сказать, перпендикуляр к стороне угла, серединный перпендикуляр к отрестку С, Д. И там серединный перпендикуляр к отрестку А, В. То есть мы получаем такую задачу, что у нас есть угол, у него есть бисектриса, и нужно доказать, что если провести перпендикуляр к одной стороне угла и перпендикуляр к другой стороне угла, то эти перпендикуляры пересекут под одним и тем же углом бисектрису. Ну, конечно, потому что картина имеет по симметрии вот эту самую бисектрису. Хорошо. Теперь идем к пункту Б, смотрите. Здесь опять нужно обращать внимание на эти самые хорды. Давайте. Вот одна хорда, это вот для этой парамоны, это хорда А, В, другая хорда С, Д, и теперь мне еще нужна одна хорда, это Е, Ф. Хорошо. Разбираемся. Опять, что такое вот эта прямая? это бисектриса угла образованного двумя прямыми, правильно? Вот это вот бисектриса. Хорошо. Что такое вот эта вот прямая? Сейчас, как я здесь уже начинаю запутываться, пожалуйста, меня спасайте. что такое вот эта прямая? Вот эта точка лежит на другом параболе, а именно одна из них... Сейчас, по-моему, я неправильно рисовал вообще. Так. Слушайте, давайте я остановлюсь. А вы в это время пытаетесь понять, почему же они искаются в одной бисектрисе? Вот у нас есть хорда А, Б охруженности и хорда С, Д. Вот давайте я нарисую вот это А, Б и какая-то другая хорда С, Д. Так вот, здесь есть вот такой вот отрезок. Давайте его значим хорда и точка х равна удалена от прямой как ее зовут? От прямой А, Б и от прямой С, Д. То есть, на самом деле, х лежит на бисектрисе вот этой прямой. Вот где-то там лежит х. х ик ик тоже самое на бисектрисе. Где-то вот здесь вот лежит у нас ик 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 Д ик То есть у меня есть CD и EF, и где-то здесь на биссектрисе лежит точка Z. И где-то там, с другой стороны, лежит точка T. То есть это биссектриса только вот такого угла. И теперь смотрим на AB, EF. Вот у нас есть AB, у нас есть EF, и опять вот такая штука. То есть здесь возникает биссектриса. Ну, понятно, при другом расположении точек, может быть, надо было выбрать биссектрису внешнего угла. Но, в принципе, это теорема о том, что в треугольнике биссектриса пересекают с одной точки. Понятно? Вот.